Слава Господу, братья и сестры! Слава Господу за прекрасный гимн Хариста, который вы спели, за то, что Господь с нами в это утро, за то, что мы еще способны сегодня откликаться на Божий призыв, откликаться на Его Божественное Слово. И желание моего сердца вместе с вами, братья и сестры, который обратится сегодня к Евангелию от Матфея, 26 глава, с 36 стиха будем читать. Евангелие от Матфея, 26 глава, 36 стиха будем читать. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гевсимания, и говорит ученикам, посидите тут, пока я пойду помолюсь там. И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит имя Иисус, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною. И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил, отче мой, если, возможно, доминует меня чаша сия. Я, впрочем, не как я хочу, но как ты. И приходит к ученикам, находит их спящими и говорит Петру, так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря, отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя. И прияна ходит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И оставив их, отошел опять, помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им, вы все еще спите и почивайте. Вот приблизился час, и сын человеческий придается в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня. Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, в эти дни и последующие дни в церквях, на христианском радио, на христианском телевидении, где транслируется проповедь служения, я уверен, звучит одна тема. Тема о последних событиях жизни нашего Господа. О его страдании, о его великом подвиге, который он совершил. И вместе с вами я бы хотел сегодня кратко остановиться на вот этом эпизоде жизни нашего Господа, а именно его молитвенном борении в Гефсиманском саду. Братья и сестры, этот эпизод положен в основу многих стихотворений, написано множество картин, множество музыкальных произведений, много проповедей. Я бы назвал, знаете, общая есть тема моления о чаше, в котором выражена томление, скорбь, борьба и победа нашего Господа. Я убежден, что причина этому люди во все времена истории Церкви хотели понять. Что же происходило в Гефсиманском саду? О чем молился Иисус Христос, «Трижды преклоняя свои колени, вопияя к Отцу в этой борьбе и прося пронести чашу, если возможно, мимо Него?» Эти события всегда служили предметом насмешек и критиков, атеистов и безбожников. Они задают вопрос, какой же это Бог, если Он скорбит и ужасается перед лицом еще ни казни. Тело нашего Господа еще не коснулись истязатели. Его руки еще не прибиты ко Христу. И они говорят, почему же Христос страдает и мучится, и томится, и просит пронести чашу мимо Него? Ученые, которые следуют Новый Завет, называют этот эпизод критерием неудобства. Этот критерий состоит в том, что эти свидетельства, молитвы в Гефсимании должны были быть для ранней церкви как бы неудобны. Обратите внимание, когда первая церковь, первые христиане получили написанное Слово Божие, в которых описывается этот эпизод, они должны были, по мнению ученых, как бы неудобными. Почему? Потому что должны были как-то оправдать Господа. Что-то здесь не так, что-то здесь не оправдано. Почему нету объяснения? Потому что всегда так бывает, когда люди не могут что-то объяснить, обычно умалчивают или пытаются как-то уйти в сторону. Братья и сестры, но ранее церковь, которая получила эти свидетельства, ничего не стала менять. Потому что на этом отрывке стоит печать подлинности, печать Святого Духа. На этом отрывке церковь учится, братья и сестры, и мы вместе с вами. Итак, Гефсимания. В переводе – масляничный пресс. Что мы видим в Гефсимании, братья и сестры? Когда мы внимательно смотрим на эту историю, мы видим, что три евангелиста посвятили этому событию, описанию этой молитвенной борьбе три евангелиста. И все они подчеркивают одну очень важную вещь. Это прежде всего состояние самого Иисуса Христа. Если мы прочитаем параллельно Матфея, Марка, Луки, мы увидим, что он берет троих учеников и говорит, побудьте здесь, а я пойду и помолюсь там. И состояние его, братья и сестры, евангелист Матфей передает, что Христос начал скорбеть и тосковать. Не было еще людей, которые пришли бы за ним, воинов, иуды. Христос прямо падает как бы на лицо свое и говорит, он начал скорбеть и тосковать и говорит о своей состоянии, своей душе так. Душа моя скорбит смертельно. Евангелист Марк пишет, что Христос стал ужасаться и тосковать. Лука пишет, что Христос, находясь в борении, обратите внимание, это не просто была молитва, находясь в борении, прилежнее молился и был под его, как капли крови, падающие на землю. Братья и сестры, возникает вопрос, почему? Что произошло в тот момент, когда Иисус Христос вошел и начал молиться? Что происходило в ее душе, когда его тело еще не было подвержено истязаниям? Все эти свидетельства указывают на величайшее эмоциональное переживание, братья и сестры. История знает только несколько эпизодов, когда человек в огромном переживании эмоциональном, его капилляры, сосуды его лопались, и капли крови были, падающие на землю, и пот его был, как капли крови, падающие на землю. Христос находился в борении, подчеркивает евангелист. Возникает вопрос, с кем он боролся? Кто мог стать на пути Иисуса Христа, чтобы он не совершил искупление рода человеческого? Бессловно, мы понимаем, что все силы тьмы восстали. Когда мы читаем Евангелие от Матфея, 4 главе, помните, после крещения Христос был введен Духом Святым в пустыню для искушения от дьявола. Там тоже была величайшая борьба, и она заканчивается тем, что и оставил его дьявол, на время оставляет его. Поэтому мы убеждены и верим, что здесь это была борьба. На пути его стал дьявол со всей силой тьмы, для того, чтобы не допустить до Голгофы. Вторая мысль, о которой мы хотели обратить внимание, это содержание молитвы Иисуса Христа. Оно было простым, братья и сестры. Это не была длинная, пространная молитва за учеников, за церковь, за каких-то людей, братья и сестры, абсолютно нет. Молитва Христа была простой, она заключалась в простой просьбе, которая повторялась трижды. «Отче мой, если, возможно, доминует меня чаша сия». Буквально в этой главе мы читаем, что накануне была вечеря Господня, где Господь Иисус Христос преподал своим ученикам заповедь, воспоминать его страдания. И Христос держал в руках чашу, и ученики принимали чашу. И мы понимаем, что чаша – это образное выражение. Но мы понимаем, что когда Христос говорит о чаше, и он в одном месте, чтобы не пить ее, значит, он говорит о том, что что-то предложено, то, что он должен взять на себя, то, что должно стать его частью, то, что войдет в него. Он не просто ее поддержит, он просит, чтобы не пить эту чашу. И третий важный момент, который мы находим в этой молитве, братья и сестры, Христос упоминает о воле своей и о воле Божьей, и о воле Отца Небесного. Он трижды говорит, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Впрочем, не как я хочу, но как ты. И так, что же это было за молитва? Братья и сестры, мы видим в Священном Писании Иисуса Христа как Бога-человека. Божественная и человеческая природа соединилась в нем в одном лице. Мы не так давно отмечали праздник, когда ангел явился Марии и сообщил о том, что придет в мир Спаситель, и она станет Матерью Господа. Мы праздновали так давно праздник Рождества. Это праздник Бога воплощении, когда Бог явился во плоти. И когда мы смотрим на жизнь Иисуса Христа, как Бог Иисус Христос был един с Богом Отцом и имел с Духом Святым абсолютную единую волю, которая никогда не была нарушена и никогда не была, знаете, разобщена между Святой Троицы. Братья и сестры, но как совершенный человек, состоящий из души и тела, Сын Человеческий Иисус Христос, Он имел Свою волю, Он имел чувства человеческие, Ему было присуще то, что присуще нам. Он имел Свою человеческую волю, Он имел чувства, Он имел переживания. И мы находимся в Священном Писании, братья и сестры, что на протяжении своей жизни Иисус Христос всегда подчинял Свою человеческую волю, волю, воли Небесного Отца. Помните, когда-то ученики пришли, Евангелие от Иоанна, 4 глава, когда он беседует у колодца с женщиной, и он говорит, когда предложили ему пищу, он сказал, что его пища это творить волю, пославши его, и совершить дело его. Обратите внимание, пища его, говорит, для меня то, что является потребностью, необходимостью для меня, это совершать волю Отца, Моего Небесного, и совершить дело его. А совершить предстояло дело, братья и сестры, равного, которого еще не было на этой земле. Совершить дело необходимо было следующее, нужно было искупить человечество от греха, восстановить отношения человека с Богом, которые были утрачены в Адаме, в Едемском саду. И вот в Гефсиманском саду, братья и сестры, происходило вот это восстановление, надлежало, чтобы безгрешный Спаситель взял на себя весь человеческий грех, чтобы он святой праведной жизнью, не имеющий собственных грехов, почувствовал тяжесть греха всего человечества и так воскорбел в нем, как может скорбеть совершенная святость, ясно ощущающее, даже малейшее отклонение от Божьей праведности, братья и сестры. Я уже упомянул, что в Едемском саду, братья и сестры, человек по имени Адам, который представлял весь человеческий род, он не устоял, он потерял, находясь в идеальных условиях, имея всего лишь небольшое условие, которое было ему поставлено, и он не устоял в этом. И вот прошли века, прошло поколение, и в Гефсиманском саду Иисус Христос назван вторым Адамом. Он начинает эту борьбу за нас с вами. «Надлежало, чтобы тот, в ком было соединено Божье и человеческое, своим безгрешным человеческим естеством испытал весь ужас удаления человека от Бога. Более того, братья и сестры, надлежало, чтобы безгрешный праведник, отверженный этим миром, способен и захотел добровольно взять на себя последствия греха всего человечества». Братья и сестры, мы, наверное, никогда не поймем, что Христос переживал в Гефсиманском саду. Но я хочу сегодня обратиться ко всем нам, братья и сестры, кто из нас хотя бы в какой-то мере не испытывал чувство вины за наш собственный грех. Что мы испытываем? Пусть незначительный. Наша совесть, мы теряем мир. Мы чувствуем бремя. Мы ищем успокоения. Мы ищем выхода. Братья и сестры, можем себе представить, начиная от Адама и абсолютно на протяжении всех этих веков и то, что будет продолжаться еще до последнего человека, до того времени, когда Бог закроет дверь благодати, грехи всех, абсолютно всех, братья и сестры, людей и последствия добровольно Христос должен был взять на себя и нести последствия, потому что грех, братья и сестры, это не только распятый Христос. Грех, он многоликий. Он поражает все естество, наши чувства, наши мысли, наш разум, наш дух, наше тело. Грех страшен в своей естестве, в своей природе. Братья и сестры, и образно говоря, когда Иисусу Христу открылось, образно говоря, в эта чаша, его никто не заставлял, братья и сестры. Его никто не заставлял. Я еще раз говорю, как человек совершенный, свободной волей. Он задает своему отцу в этой страшной борении вопрос. Отче, есть ли какой-то другой путь? Есть ли, возможно, что-то по-другому? Братья и сестры, здесь нету никакого прокрашения. Все вот эти открыточки, которые показывают Иисуса Христа на коленях, и несколько капель крови стекают, они не соответствуют действительности, братья и сестры. Никакой Голливуд не может показать то, что было, происходило в Гессиманском саду, братья и сестры. Грех, братья и сестры, восстал на него, и он был добровольно согласился взять его. Обратите внимание, пророк Исаия говорит, 53 глава 4 стихе, «Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни». Пятый стих, «Наказание мира нашего было на нем». Братья и сестры, это не просто текст-месседж отослать или конверт в руки передать. Вот эти грехи, это взять, соединиться с этим. В 2-м послании Коринфянам, 5 глава, 21 стих, апостол говорит так, «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех». Обратите внимание, как в новом переводе говорится, «Того, кто не знал греха, Бог ради нас сделал грехом». Христос как бы отождествился с грехом, не было на нем абсолютно ни одного места чистого. При этом Он оставался святым и праведным, но последствия, вину Он согласился, и это не могло пройти мимо, братья и сестры. Это должно было пропитать все естество, его разум, его чистая душа. И она оскорбела смертельно. Более того, братья и сестры, я хочу сегодня обратиться к тем, которые не приняли Господа в свое сердце. И те, которые сегодня идут в ад, стал Христос на пути, и Он пережил то состояние, что переживают грешники в аду. Христос спустился до самого низа, до самой глубины. Для чего? Для того, чтобы мы с вами и люди, которые сегодня добровольно идут в это место, могли быть свободными. Могли прийти к Господу, как сегодня молодая душа, Катенька, пришла, она склонилась и говорит, «Мне плохо, я нуждаюсь в тебе. Я прошу тебя, чтобы ты простил меня и очистил святой кровью». Братья и сестры, истинное искупление, победа совершена была в Гефсиманском саду. Послание к евреям, 5 глава, 7 стих, апостол Павел говорит, «Он в однеплоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение». И 8 стих, «Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного». Потрясающие слова, братья и сестры, удивительный стих, и он говорит об этом событии, о Гефсиманском борении. Обратите внимание, 8 стих, «Хотя он и сын, однако страданиями», я перевожу на современный язык, «приобрел опыт послушанию, как сын Божий, как сын Божий, он не нуждался в опыте, он был совершенный Бог, но как сын человеческий, имеющий свободу, он приобрел опыт послушанию». И обратите внимание, одно слово, 9 стихе 1, «И совершившись на этой земле, Христос прошел этот путь». И вот в этих словах, братья и сестры, где он сказал, «Впрочем, не моя, но твоя воля да будет». Он согласился, он сделался для нас, совершившись, согласившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, через какое-то время те, кто приняли Господа в свое сердце, те, кто заключили завет через водное крещение, мы будем держать в руках чашу. Это не чаша страданий. И нам не будет предложено никогда в жизни, братья и сестры, испить чашу страданий. Подумайте об этом. Эта чаша есть новый завет и его крови. И в этом маленьком глотке вина, который будут принимать дети Божии, это символ того, что происходило в Гефсимании. Это символ того, что происходило в дальнейшем, через несколько дней, на Голгофе. И я хотел, чтобы церковь сегодня, каждый, кто находится с нами, кто будет смотреть и смотреть сейчас, могли преклониться пред Господом. Чтобы Дух Святой увидел, показал нам эту величие, картину победы нашего Господа. Я хочу обратиться к тем, кто проходит испытания, трудности, в какой бы это ни было сфере, в болезни, в страданиях, в искушениях, в одиночестве, в неотвеченных вопросах. Он взял на себя, братья и сестры, немощи, понес болезни. Он вступился за нас, поэтому знает, как нам помочь. Поэтому, когда мы преклонимся, пусть наше сердце и уста будут открыты для Господа в благодарности молитве Ему за это. Аминь. Помолимся.